Уважаемые коллеги, сегодня у нас гостя в качестве основного докладчика, пленарного докладчика конференции, которая стала уже традиционной. Совместная конференция финансового университета при правительстве России и филологического факультета Московского государственного университета. И в этот раз конференция у нас посвящена языкам международного общения или мировым языкам, новая парадигма, которая складывается или, возможно, сложится в какое-то ближайшее обозримое будущее. И я рад представить сегодня в качестве основного докладчика пленарного Тараса Викторовича Ивченко, директора Института конференции РГГУ, профессора Центра лингвистики... Института лингвистики. Института лингвистики РГГУ. И Тарас Викторович является большим специалистом в области китайведения, китайского языка. И мне кажется, что те вопросы, ответ на которые мы сегодня услышим, помогут нам лучше представить себе будущее китайского языка как одного из возможных претендентов на роль мирового языка. Но он и так является мировым языком, безусловно. Но, возможно, реал его употребления еще сильнее расширится. И со мной сегодня присутствует руководитель департамента иностранных языков и межкультурных коммуникаций финансового университета и новостей на Климова. Тарас Викторович, мы в сущности изучаем будущее этой карты мировых языков. На сегодняшний день эта карта все еще остается широкой, значительной, пестрой. По некоторым данным в мире существует более 7 тысяч языков. Некоторые считают, что 6 тысяч языков осталось. При этом любопытно, что почти половина всех этих языков сосредоточена в Африке. Там больше двух тысяч языков на африканском континенте. Но функционально мы замечаем, в связи с изменением и культурной карты, и процессов глобализации, что китайский язык приобретает... Или китайский язык, или китайское отношение к жизни, к действительности приобретает большое значение. И в этой связи было бы интересно услышать ваше мнение, что происходит, скажем так, в этом процессе выхода китайского языка за пределы Великой Китайской Стены. Условно говоря, есть ли у нее шансы выжить в этом большом мировом пространстве, стать языком, функционально где-то, языком международного общения, не только в тех регионах, в тех ареалах, которые являлись традиционными для китайского языка. Вот насколько сам китайский язык является подвижным, насколько, так сказать, насколько возможно, ну, может быть и нет, приспособить китайскую иероглифику, так сказать, под современные нужны. Нужно ли мировому сообществу учить китайские иероглифы, или наоборот, нужно распространять пенинь, условно говоря, и думать, как это все будет выживать? Не будет ли способствовать переход на латиницу китайского языка, разрушению самого Китая, потому что для них иероглифика является таким, так сказать, скрепляющим неким-неким центром, который объединяет многие языки, которые в Китае все-таки существуют, а иероглифика у них одна и та же, собственно говоря, для разных районов Китая. Так что, Тарас Викторович, я думаю, что сегодня вы нас просветите и дадите нам ответ на вопросы. И еще раз подчеркну, это пленарный доклад, пленарное выступление, поэтому коллеги будут продолжать дальше в секциях обсуждать то, что вы будете говорить сегодня. А у нас из пленарных докладчиков еще ваш коллега Алексей Александрович Маслов, завтра он будет у нас выступать тоже, директор института страны Азии Африки, тоже ваш коллега Таевед. Ну, вам слово, Тарас Викторович. Я задал, мне кажется, больше вопросов, чем мы сможем осветить в течение ближайшего часа. Да, вопросы все непростые. Они на самом деле, если серьезно проанализируют, в общем-то требуют как бы описания целиком всей ситуации. Ну, попытаемся на что-то ответить. Если я что-то упущу, тогда, пожалуйста, мне задавайте вопросы. Китайский язык до совсем недавнего времени постоянно находился, можно сказать так, под угрозой. Когда в XIX веке в середине и ближе к концу европейская культура достаточно, ну, и не только культура, а прежде всего европейская система хозяйствования стала проникать весьма агрессивно в Китае, все знают опиумные войны и так далее, достаточно большое количество интеллигенции, молодые люди. Они стали говорить о том, что, ну вот смотрите, Европа, она абсолютно обогнала Китай в плане разработки вот этих систем, ну, скажем так, хозяйствования и покорения других народов. Мы отстали, и в этом плане основной причиной отсталости является косность традиционной культуры, традиционные ценности и, в частности, иероглифика. Поэтому были даже предложения перейти на эсперанто, перейти на латиницу и, в общем-то, заменить все это старое, что тянет назад, и перейти на новое, что поведет вперед. Сразу могу сказать, что, что будет или было бы с китайским языком, если бы это случилось, нам не нужно рассуждать теоретически. Есть примеры языков, которые перешли на алфавитное письмо, на свое собственное, как корейский, или на латиницу, как произошло во Вьетнаме. Ну, или китайские диалекты, которые стали записывать, собственно, свое произношение кириллицей. Сначала латиница и это кириллица, это дунганский язык, да, который распространен в Киргизии, есть дунганские села, и в Казахстане. Поэтому на примере этого мы можем, собственно говоря, понимать, что произойдет с китайским языком. Это иероглифика. Это большая проблема. Проблема в изучении, а потом проблема в напечатании, потому что нам нужно сделать раньше самое совершенное средство, печатать печатная машинка. Известный философ, можно назвать писатель, Линью Тан придумал печатную машинку. Это был такой огромный ящик, в котором нужно было очень сложно учиться печатать. И все-таки как-то это дело сделали. Телеграф. Надо передавать все эти вещи по телеграфу. Понятно, что кодировать, а как кодировать иероглиф, тон кодировать, не кодировать и так далее. После создания Китая и после создания алфавита пьинь, в котором, причем в создании латинского алфавита участвовали и советские лингвисты, в частности, Драгунов, и говорил об этом Поливанов, придумывали алфавит. Существует кириллица, которую называют палладица, при помощи которой записывается произношение китайских хирургов и до сих пор. Она на самом деле является функционально аналогичной пьянинию. Были тоже проекты перейти на латиницу. Один из основных моментов, который приостановил это, это невозможность решить вопрос, где ставить пробелы между словами. Во вьетнамском языке этот вопрос решен достаточно просто. Пробел ставится после любого слога. 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 То есть слово это, не слово, оно все равно записывается. Слог записывается отдельно. Как вообще можно было понять? А можно понять, вопрос показывает простую вещь. Привычка. Это вопрос привычки. Привычка вторая. Понять можно всегда. И когда вы начинаете, вы смотрите на вьетнамский текст, да, действительно, все понятно. Вопрос слова не настолько принципиально разрушает все. Можно было бы писать вообще без пробелов, но это просто неудобно для чтения. Ну, собственно говоря, и в старославянском, и в латинском, и так далее, поначалу греческом, поначалу письмо было без пробелов. Это неудобно. Но так как пробел непонятно, где ставить, после каждого слога ставишь пробел, все хорошо. Это аналогично тому, что писать все в одну строчку, но просто, значит, ты графически решил проблему восприятия. Иероглифику упростили, были несколько, три проекта упрощения, третий потом был не принят, потому что там уже пошли совсем неадекватные моменты упрощения. И в конце концов наступила компьютерная эра, и опять возникли проблемы. Вроде там с печатными машинками как-то справились. Вроде с этим справились. Опять возникла проблема, а что с иероглифами делать? Потому что их кодировали двумя битами, и в результате получалось, что текст, который записывается на иероглифы, надо создавать особую программу, она не конвертируется в другие. Все, опять натолкнулись. Опять послышались возгласы о том, что нужно переходить на латиницу. Смысл всего этого, что все эти проблемы решили и с компьютером решили, и с печатью решили, и как это изображать решили, и как это отображать, пересылать, писать сообщения, распознавать рукописные иероглифы. В любом телефоне вы пишете рукой, даже пишете скорописно, то есть скоропись, не устав, не нужно писать уставом, все равно все распознается, и все эти проблемы решены. В результате технически китайский язык стал полностью оснащен и, собственно говоря, пригоден для того, чтобы быть языком современной цивилизации, скажем так. С другой стороны, вопрос заключается в том, что это же не только вопрос технического, это вопрос также того, как китайский язык будет соединяться с остальными мировыми языками, и прежде всего, с точки зрения лексической. Мы все знаем, вот тоже все рассуждают, насколько Китай может занять место языка международной коммуникации. Это место уже занято. Оно занято. Он не может просто занять. Если есть один язык международной коммуникации, и вы хотите занять это место, святое место, пустое не бывает, надо его выбить оттуда. Просто так, чтобы европейцы перешли на китайский язык. Но это должно быть так, чтобы все там было китайское. Но функционально возможно? Функционально он становится таким и является таким во многом в Юго-Восточной Азии. То есть в том ареале, при этом... Я привыкну. Где это не воспринимается как что-то странное, где это все естественно, при этом он начинает быть достаточно важным элементом коммуникации, в Средней Азии. То есть в странах Киргизии, Казахстан. Которые находятся под влиянием. Которые находятся либо под влиянием, либо близко. Особенно мы все знаем сейчас инициативу «Один пояс, один путь». Она проходит, соответственно, через Среднюю Азию. Поэтому связи и культурные, и все остальные очень интенсивны. А так как они интенсивны, и так как интенсивно и экономическое сотрудничество, то совершенно логично. Здесь появляется китайский язык, и китайский язык выступает как одно из средств коммуникации. Здесь также традиционно есть русский язык, но тут уже вступают разные другие моменты, которые имеют не только лингвистический, не только культурный характер. Поэтому китайский язык в этом плане, он чисто функционально имеет возможность быть вот таким койне, то есть общим языком вот этой достаточно большой части, собственно говоря, Азии. Кроме того, хотя Корея отказалась от китайской иероглифики, японцы продолжают использовать китайскую иероглифику, Вьетнам использует... Ну, французы, конечно, сказали, ребята, зачем вам иероглифика? Это все китайское, вам нужно свое. Латинец оказалось свое. В результате Вьетнам оказался отрезан от своей традиционной культуры, и вьетнамский язык стал меняться и грамматически, и лексически. Прежде всего, китайские корни, которые были продуктивны там, когда записывались иероглифически, стали немотивированы, и в результате они стали непродуктивны как словообразовательный компонент. То же самое, по крайней мере, по утверждению кореистов, происходит и в Южной Корее, и в Северной Корее, где теперь практически полностью, если раньше еще была иероглифика, теперь она полностью исключена. Но все сутры, все классические тексты, классическая поэзия, искусство каллиграфии и так далее, подобное, оно все равно сохраняет иероглифику. Поэтому, если вы придете в храм Конфуция, в Ханое, вы увидите, что там написано все только иероглифами, и все, посещающие этот храм, большинство вьетнамцев, они не знают, что там написано, только если им специально это не объясняют. То есть они не понимают... Они не понимают, что там написано вот на этой стелле. А там написаны люди, написаны имена людей, как обычно это делалось, в конфуцианском храме, которые успешно сдали экзамен на высшую степень. Это любопытно. Это по типу того, что люди, которым сегодня, например, нужно прочесть что-то на церковном славянском, скорее всего, не поймут, что там написано, потому что... Ну, большей частью не поймут, но если у них есть какая-то подготовка, то поймут. Разница тут вообще-то более серьезная. И в результате, кроме того, китайский язык и Китай сам как таковой, скажем так, имеют определенные основания быть и не просто языком общения в связи с тем, что Китай большой, у него все везде экономически, он развивается, все торгуют и так далее. Он имеет еще и такие возможности из-за общей культурной некоторой основы и схемы. На китайском языке создана самая, наверное, большой корпус литературных и других текстов в связи с тем, что это фактически единственная традиция, которая не прерывалась в течение очень, там, трех тысяч лет, как она была, несмотря на то, что менялись династии, менялись, собственно говоря, даже приходили и Могольская династия, и Маньчжурская, иностранные династии, они благополучно перешли на китайское письмо, китайскую культуру, китайскую систему управления и так далее, и тому подобное. В этом плане китайская литература, китайские классические тексты, литературные тексты, сюжеты, они, собственно говоря, стали общей культурной основой для всего этого региона. Я практически уверен, но только если человек, даже если человек не очень образован, он все равно, даже и во Вьетнаме, и в Корее знает, что такое Троецарствие, как роман, знает основных героев и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь есть основания для того, чтобы китайский язык стал, и он таким и в данный момент становится, является, в общем-то, общим языком общения, коммуникаций и некоторого культурного, скажем так, кода. Поэтому Китай достаточно серьезным образом увеличивает свое присутствие в других регионах. При этом, ну, например, в Африке, это всем известно, что Китай очень серьезно присутствует теперь в Африке, что его раньше не было. Он сотрудничать пытается и с Латинской Америкой, это естественно. Несмотря на определенные противоречия, он сохраняет свои партнерские отношения все-таки, конечно, с определенными проблемами с США и Канадой и другими странами. Поэтому это вот рисуется такая общая карта. И, кстати, собственно, Китай иногда объявляют ее, допустим, в экспансии в Африку, все, но Китай не приходит просто так и, скажем так, говорит, давайте мы будем разрабатывать у вас все и заберем все полезные ископаемые, а вы, кто-то из вас получит какие-то определенные материальные преференции и все. Нет. Китай активно вкладывается в инфраструктуру этих стран, в образование этих стран. Значит, как мы хотим и не хотим, есть такая, допустим, африканская, да, страна Малавия, это одна из самых бедных стран. Собственно говоря, там, там есть институт Конфуция. Вот, у нас есть институт Конфуция. Там институт Конфуция, это фактически в некоторых, там, по-моему, значит, он как бы один, но его есть несколько отделений. Между отделениями института Конфуция в разных частях Малавии он находится, там не очень большое расстояние, 400-600 километров. Вот нужно вот так вот, там такая вот разнесенность. Они там, это фактически, они являются, построили, ну, одно из самых удобных, комфортабельных учебных корпусов, там, здания, библиотеки и так далее. Так вот, насколько это популярно, условно говоря, насколько местное население готово воспринимать? Местное население готово это воспринимать, потому что оно видит, что нет такого, в общем-то, агрессивного навязывания. Колонизации. Нет такой агрессивной колонизации. И, собственно говоря, люди начинают понимать, что, а зачем это им нужно? Вот изучать китайский язык, а зачем это нужно? Ну, ты поедешь туда, поедешь сюда, будешь... Вот у вас китайская компания, которая находится, да? Она пришла надолго и так далее. Скажите, пожалуйста, а вот когда китайцы заходят в африканские страны, в страны Латинской Америки, да, то ведутся переговоры на каком языке? Ну, естественно, большей частью такие переговоры ведутся на английском языке. На английском языке. Как Лен Батланка. Но, это да, конечно. Но ситуация меняется постепенно, потому что начинают появляться свои кадры, начинают появляться люди, которые проходили обучение, стажировку, учились на полном курсе в Китае, и они начинают выступать как, естественно, более адекватный партнер или более посредник в общении этих китайских компаний. То есть экспансия китайского языка. Ну, мы называем это экспансией, мы всегда как-то вот такое отрицательное коннотация у нас есть. Это экспансия, которая происходит с моей точки зрения. Ну, вот то, что я могу наблюдать достаточно естественным образом. Скажу просто. Экспансия была бы след... в полном смысле это могло быть... Ну, например, в Москве экспансия китайского языка. Институт Конфуция экспансии китайского языка была бы в том случае, если бы мы предоставляли всем бесплатные курсы, бесплатное все и так далее, заманивали, и люди бы приходили, а мы им говорили, вы знаете, Китай это самая лучшая страна в мире и так далее и подобное. Нет, мы никого вот так вот люди приходят и платят свои деньги. Мы их не можем затащить силком. Мы говорим, вот вы, наша задача предоставить качественное преподавание китайского языка, насколько мы можем это сделать. Рассказать о некоторых китайских ценностях, которые состоят в том, что вообще-то надо находиться в гармоничном соответствии с окружающим миром и природой. Это, собственно говоря, небо, тянь, человек, лянь, хэй, должны соединяться вместе. Это такие вещи, которые, без которых нам уже не выжить. Всегда ли Китай сам следует своим принципам? Ну, конечно, не всегда, потому что Китай, естественно, также находится на пересечении всех цивилизаций и проникновение после 78-го года, 1978-го года после начала курса реформ и открытости западной цивилизации в Китае было тоже весьма агрессивным и тоже пропагандировала, она сразу пропагандировала собственные ценности, европейские, американские ценности, как основные и базовые ценности всего мира, во что китайцы до определенной степени поверили. Вот любопытно, если предположить, что есть опасность со стороны какой-то территории, что она будет подавлять твою местную культуру и твой местный язык, и ты думаешь, что какой-то язык, который никогда на этой территории не использовался, вдруг начнет захватывать какие-то новые пространства функциональные, то мне кажется, должно быть понимание, что язык не выучивается как некий код фиксированный, а он представляет из себя такую, если можно так сказать, такую культурную гребницу в твоей голове, то есть слово ты используешь, а это слово связано с сотнями контекстов в твоей голове, и, скажем, то, что по-английски может быть выражено одним словом, одной фразой, типа, I believe, например, а в русском языке можно перевести его как просто-то верю, либо верую, а если ты сказал верую, то, разумеется, у тебя уже совершенно другой шлейф смысловых ассоциаций. Вот с вашей точки зрения, Тарас Викторович, если мы говорим об экспансии того или иного языка, который имеет шансы на увеличивающийся статус мирового языка, вот эта вот гребница, которую каждый язык в себе несет, она важна для того, чтобы люди осваивали вот эту вот глубину, или можем предположить, что какой-то узкий функциональный слой будет охвачен этим мировым языком, скажем, язык бизнеса, язык медицина, язык академического общения, и, собственно говоря, все. Скажем, а в поэзию уже не заглядываем. Трудно предположить, что вдруг какой-то некий киргиз, или казах, или узбек вдруг начнет писать поэзию на китайском языке. Маловероятно, потому что, скорее всего, для него будет удобнее выражать свои мысли, чувства, переживания на основании вот этой киргизской гримницы, или узбекской, или казахской, да, так сказать. Ну, начнем с того, что на узбекском языке раньше никто никогда не писал. Писали на фарси, это был общий язык, и вообще общий язык культурный, шелкового пути был в фарси. Поэтому, на чем люди писали, и здесь еще большой вопрос, и на чем они читали, они вообще на своем родном языке писали, вот тот, который разговорный, или у них разница была литературная, разнесена, да, так же, как и в русском языке, в русской традиции, мы знаем. Разнесена, конечно. Да, конечно. Поэтому вопрос, значит, ну, еще был также, насколько китайский язык меняется. Китайский язык абсолютно подвижен, и он перерабатывает огромное количество иностранной лексики, потому что он вынужден это сделать, причем не путем взаимствованиям, потому что алфавита нет. Он не может, вот вьетнамский язык, японский язык, корейский язык могут записать это произношение приблизительно, значит, подделав под свое произношение английские слова, и будет это все понятно, да. Если по-японски это японское слово гару френдо, это гелл френд, это, да, баку мирору, это бэк мира. И так далее. Ну, это достаточно понятно. Но китайский язык не имеет такой возможности, значит, он должен перерабатывать, вырабатывать все время новые механизмы. Он должен разрабатывать, собственно говоря, и способ описания своей собственной культуры, преподнося ее для того поколения, которое появляется. И все это очень активно развивается внутри китайского языка, и он постоянно меняется. Литературный язык, он постоянно меняется, а сейчас еще прибавился интернет, а сейчас еще прибавилось большое количество таких текстов, которые не проходят строгую редактуру ученых мужей, и поэтому получается вот такая плавильный котел, который должен все это перерабатывать, и это скажем так необходимый процесс. Но что касается экспансии языка, здесь всегда есть собственно говоря определенный объективный процесс. Это то, что тот язык, который люди выбирают, как язык своего образования, своей культуры, и на котором есть определенное количество текстов. Конечно, сюда могут вмешиваться определенные внешние факторы. Например, там ситуация с украинским языком, когда он должен полностью заменить собой русский язык, хотя, в общем-то, огромное количество населения было русскоязычным. Но в другой ситуации человек выбирает тот язык, который ему позволяет собственно говоря общаться с другими людьми, и на котором он может найти большое количество тех текстов, которые, ну, например, применяются в образовательной сфере, в другой сфере. То есть в сущности люди общаются не на языке, а общаются текстами? Они, в общем-то, прежде всего общаются текстами. Общение на языке без текстов, вот то, о чем вы говорили, вот такое вот эрзац общение, терминология экономическая, оно тоже возможно, и, собственно, это происходит с английским языком. Многие люди, которые нормально общаются на английском языке, не понимают английскую художественную прозу, английскую поэзию, и даже часто бывает, что полностью не понимают программ по телевидению, если это более или менее такие сложные темы, но они более или менее общаются нормально на ту тематику, которая им близка. Мы знаем эту, это такая книга вышла, там я не помню, как она называется, но такая очень интересная фраза на английском языке, значит, про состояние английского языка в мире. English language is used and abused all over the world. Поэтому, собственно говоря, вот такая вещь тоже возможна. Возможно такой китайский язык, который позволит общаться в примитивных повседневных ситуациях без претензий на понимание всего этого культурного кода, хотя в отношении китайского языка есть небольшая трудность. То, что китайский язык даже в своей, если ты хочешь понимать какую-то грамотную речь, он с необходимостью ссылается на это. Там постоянно отсылки к этому. Всем известно, значит, что бывший премьер-министр Китая Вен Циапао очень любил цитировать сунгскую поэзию. К месту цитировать. И очень, что любой практически доклад Си Цзиньпина открывается какой-либо цитатой, и там используются цитаты из классики, из классической китайской литературы и так далее, и тому подобное. То есть получается, что так называемая экспансия языка в пространство мирового языка возможна только вместе с экспансией культурной. То есть должна быть экспансия текстов написанных, и эти тексты, наверное, должны иметь определенную значимость, возможно, они должны быть религиозными или историческими. Прецедентами. Прецедентами. Ну, прецедентами текстами, да. Они должны быть, условно говоря, язык не может претендовать на статус мирового, если он не принес с собой какое-то богатство текстов, богатство идей. Какое-то богатство текстов и богатство общения он приносит, конечно. Человек, который изучает и говорит на английском языке, он может вообще ничего не знать из английской литературы. Вообще. Ну, такое бывает, да? Но он общается фактически на очень примитивном языке. Очень примитивном. Такой же примитивный китайский язык можно общаться. Но это не будет полноценное общение, и ты не поймешь человека, который с тобой общается, если он перейдет на другой регистр. Можно вопрос тогда? Скажите, пожалуйста, вот если говорить об обучении наших студентов китайскому языку, то естественно, что вот они изучают, например, в течение четырех лет это крайне как недостаточно. Поэтому многие студенты стремятся уехать по программе академической мобильности в Китай. Но это на полгода только. Наверное, это тоже недостаточно. Поэтому многие потом студенты, особенно преподаватели, кстати, тоже потом едут в Китай, поступают в университет, учатся по грантам или по каким-то другим возможностям. Вот в течение года в университете в Китае и приезжают обратно, и ведут занятия по обучению китайскому языку. Как вы считаете, этого достаточно? Здесь все с моей точки зрения индивидуально и зависит от всех участников процесса. Это зависит от установки университета. Какую установку дает университет? Ребята, у вас будет два часа китайского языка в неделю, вы там что-то такое смотрите. Установка университета. Второе, установка преподавателя. Третье, установка студента. Самая основная вещь, то, что, как в любом языке, понятно, что база это принципиальная вещь. Если ты вот эту часть не поставил, то потом будет очень сложно продолжать свое обучение. Поэтому, конечно, какую-то базу необходимо дать. И это дать реально. Но опять-таки вопрос заключается в том, как готовы работать студенты, насколько они это понимают, а как готовы работать преподаватели. В принципе, при определенных вот этих, если эти факторы все сходятся вместе, позиционирование правильное и так далее, то это вполне реально. Это вполне реально. Конечно, потом нужно ехать и практиковаться в среде изучаемого языка. Есть свои особенности. К сожалению, нужно обращать большее внимание на произношение. Если ты по-английски говоришь с плохим акцентом, с русским, да, всем будет резать ухо, но тебя будут понимать. Тут могут не понять, есть ли у тебя тоны нетей и так далее. Хотя есть и преподаватели, есть, которые утверждают, да ладно, это в речевом контексте, это все понятно и так далее и тому подобное. Но лучше, в общем, с таким подходом не экспериментировать. Поэтому, если вы более или менее серьезно беретесь за это, понимаете, что надо уделять какую-то часть своего времени этому, как студенты иногда спрашивают, я говорю, ну вот надо вот это, вот это делать. Они говорят, а когда жить? А когда жить? Я говорю, так это и есть жизнь. Это вы закладываете основу вашей будущей жизни. То есть вы должны посвятить какое-то время, вы меньше посетите в смартфоне, где вы обсуждаете абсолютно важные проблемы, вы поменьше посмотрите какие-то видео, ну я же вижу там, допустим, в метро или как все смотрят, что по телефону, это же кошмар, так вот, вы вот вот этого поменьше посмотрите и будете развивать свой мозг. А китайский язык это очень хороший тренажер, еще кроме того, кстати, графическая память, разрабатывается, ты видишь совсем другие знаки, у тебя развивается эта память, у тебя развивается слуховая память, ты начинаешь слышать тоны, ты обращать внимание на это, поначалу это кажется чем-то невероятным, потом ты к этому привыкаешь, для тебя естественным становится тон, для тебя естественным становится иероглиф, и у тебя в некотором смысле трансформируется твое сознание и о чем было сказано вот этот шлейф, вот это вот большое количество контекстов, без него это невозможно освоить, и ты начинаешь понимать, потому что каждый иероглиф имеет достаточно большую, скажем так, порождающую способность, он порождает большое количество новых слов. А вот интересно, И новая языковая картина мира. Это сто процентов новая языковая картина мира, которая еще, извините, скажу такую вещь, показывает не совсем полную верность тезиса Сосюра о том, что знак, его материальное воплощение, оно, в общем-то, вторично по отношению к языку, неважно, чем, но известный его пример с шахматами и так далее. Вот для китайского языка, я думаю, и для арабского, и для иврида, для китайского языка точно. Значит, вот как это записывается принципиально важно. Письменность обратно, даже речь неграмотных людей, все равно вот этот стандарт и письменный знак, он висит, как тот, который накапливает вот эти все значения вокруг себя. И когда ты изучаешь, ты должен эти вещи именно так же собрать воедино. Вот интересно, Тарас Игоревич, если мы предположим, что мы согласимся с тезисом, что любой мировой язык привносит в мировую цивилизацию какие-то свои культурные мировоззренческие ценности, и люди начинают желать говорить на этом языке, потому что им нравится говорить, скажем, о тех ценностях, которые исповедует тот народ, та нация, который на этом языке говорит, и им хочется говорить на этом языке. Ну, скажем, если мы говорим о русском языке, то все знают о русской литературе. Мне кажется, русская литература это, так сказать, абсолютно бесценный бриллиант, который русский народ несет миру. То есть, условно говоря, это даже не столько русский язык, как таковой, сколько русская литература и русская культура. Поэтому, условно говоря, попытки запретить русский язык там и сям обречены на провал, потому что невозможно запретить Достоевского, невозможно запретить Толстого, Пушкина невозможно запретить. можно, конечно, попытаться это сделать, но... Попытаться можно. Да, это глупо. Скажем, если мы говорим, предположим, об арабском языке. Ну, арабский язык несет, так сказать, с собой огромные пласты философии, так сказать, начало наук, там, астрономия, химия и так далее. Математика, там, религиозные тексты определенные, которые также переплетены с философией, так сказать, разнообразной. Поэтому люди понимают, например, почему они хотели бы, так сказать, на арабском языке разговаривать, потому что они как бы через арабский язык погружаются в какие-то вот эти вот все тонкости. Но вот с вашей точки зрения, какой пласт таких вот ценностей, ну, скажем, экстралингвистических или окололингвистических мы получаем с распространением китайского языка? Что такого ценного, гиперценного может дать китайский язык миру, что нам захочется говорить об этих ценностях именно на китайском языке? Ну, мне кажется, что китайскую культуру, ну, одну из ее частей, всегда волновала всегда волновала проблема создания гармоничного человека и гармоничного общества в этом негармоничном мире. Конфуции. Конфуции. И Конфуции, и, значит, даосская традиция, и, естественно, традиция потом сильно изменившегося буддизма, и понимание того, как... А зачем человеку нужны добродетели? Известный, сейчас очень часто цитируемый тезис Конфуция существовать в гармонии и быть разным. На самом деле, вот у нас часто есть такое представление о том, что ну, как во время Мао Цздуна и так далее все были одинаковые, поэтому стремление традиционной китайской культуры это всех сделать одинаковыми. Ничего подобного. Всегда именно был поиск вот этого гармоничного существования человека и существования возможность это то, о чем говорит вся китайская поэзия и так далее, увидеть в повседневном что-то, что превосходит человека и вообще все вокруг. Вот в каждой капле увидеть весь мир. Да? И именно поэтому к сожалению здесь есть вопросы языка, потому что ты попробуй это переведи, а всю эту поэзию не переведешь, но это вот мы собственно даже те попытки перевода они показывают, да, что это вот возможность увидеть в каждой и не только поэзии, да, в каждой части мира вот это вот то, что он несет все. И попытка найти вот это гармоничное существование и возможность достижения постоянно новых совершенствования собственной природы. В каких текстах? В каких текстах этого нет? Это практически все значит классические тексты, это то, что называется классические тексты, философские тексты. Значит, это постоянная и, кстати, часть литературы, да, но под литературой вообще в китайской традиции не было понимания, что такого слова литература, потому что объединять поэзию и прозию в литературы, в литературу, ну, это как-то все вместе в кучу смешал, так же не было, как понятие философия, потому что разные школы рассматривались и разные типы знания не рассматривались как то, что можно объединить вместе, да, потому что ты тогда игнорируешь разницу между ними. А означает ли это, что, скажем, те регионы, которые, так сказать, исторически граничили с Китаем и где китайское влияние было очень сильным, большим, и на сегодняшний день возможно является наиболее предрасположенным к тому, что китайский язык будет распространяться там более активно, чем, например, английский язык. Ну, я возьму, я возьму, например, скажем, взять Киргизию, да, через, мы знаем, что через вот южную гряду, так сказать, Аллато, это так называемый вот Тирский Аллато, там есть целые там тропы, которые прокладывали древние буддийские караваны и так далее, здесь находятся многочисленные свидетельства археологические находки там. Мы знаем, что в частности, например, что даже, по-моему, Либо родился в Киргизии, в Киргизии, да, он родился в нынешнем так мака, кажется. Ну, я точно не знаю, там, в каком месте он родился, но, да, он считается был даже не ханьцем по национальности, а по национальности Тьян, да, вот, значит, так что, да, он родился на территории Киргизии. И, ну, тут же, на самом деле, в том же самом регионе, где проходили эти древние караваны, там есть места обитания древних суфьев, там был такой Махмуд Кашгари, он был на юге Киргизии, Исуф был в Сагунске, там, на севере. В Кашгаре, да, Кашгаре. Да, то есть, не кажется ли вам, что те районы, которые исторически были готовы с легкостью воспринимать китайскую культуру, поскольку она там рядом находилась, граничила, они более расположены на сегодняшний день к тому, чтобы принимать китайский язык в качестве нового мирового языка на смену другому языку. Я даже, знаете, слышал от одного из, так сказать, чиновников в Киргизии очень такую любопытную вещь. Он говорит, что мы, говорит, карту развернули. Я говорю, как это? Ну, вот раньше у нас была, говорит, предрасположенность больше там на север смотреть, а на севере что у нас? На севере у нас там Казахстан и Россия, да? То мы теперь решили, ну, так сказать, там в области экономики и так далее, развернуть карту. Теперь у нас ментально в голове на севере находится китай. Потому что, говорит, мы, так сказать, мы там, развернув карту, мы еще и ментально, тем самым, развернули себя в другую сторону. Вот, ну, собственно говоря, вопрос такой. То есть, условно говоря, может быть, даже в силу того, что, так сказать, языки не являются родственными, не принадлежат к одной, так сказать, группе языков, там, допустим, гердит-тюркские языки и китайский язык, они все равно в силу вот такой, может быть, в некотором смысле общей культурной основы какой-то или близкой основы, они могут потихонечку переходить на язык, который будет им обоим понять. Ну, по-моему, это достаточно такой естественный, очевидный тезис. Это вполне закономерное явление. Кроме того, в общем-то, если интенсивное общение, ну и почему, в общем-то, создаются такие прецеденты, мы знаем, что было и тахарское население, тахарские языки относятся к индоевропейским, но они и вымерли, люди перешли на тюркский язык. Да, почему? Потому что так удобнее общаться на вот этом отрезке великого шелкового пути, когда проходят торговые караваны и так далее. Значит, здесь это совершенно естественная вещь. Кроме того, китайский язык, частые китайские устройства, общества, тексты, сам язык и письменные знаки, они становились тем, что заимствовалось достаточно легко и естественно окружающими народами. Окружающие народы переходили на этот язык, видя о том, что та система устройства общества и то даже монголы, начиная с Хубилая и так далее, они в общем-то стали переходить на китайскую модель построения общества и управления и так далее. То есть это в каком-то смысле созвучно с тем, что вы говорите, что даже на сегодняшний день скажем, китайская аэроглифика вполне принимается там и в Японии, условно говоря, и в Корее. Нет, она в Японии, она в Корее меньше принимается, но японцы очень умным образом поступили. Были, естественно, такие нормальные предложения, а зачем нам эти самые аэроглифы, это вообще все сложно, мы перейдем на катакану и хирагану. алфавит, алфавит есть, все хорошо, но все-таки разумное, не антикитайское или какое-то настроение, а разумное настроение и отношение к собственной культуре, оно возобладало, и от их аэроглифики не стали отказываться, понимая, что это абсолютно органичная часть всей японской культуры. Если от этого уйти, то, собственно говоря, через какое-то количество поколений люди просто будут отрезаны от своей собственной культуры. Чего не хотелось бы, потому что это база, на которой ты стоишь, потому что это тебе кажется, но какая разница, это было давно, это не важно, от этого можно легко отказаться, это все несовременно, но каким-то странным образом оказывается, что если ты от этого отказываешься, ты просто теряешь основу. Оказываешься от своих традиционных ценностей и что приводит к совершенно другим. Да, или приводит к другим ценностям, которые на самом деле нам кажутся такими передовыми и так далее, а ценностями могут быть названы весьма относительно. Такими не являются. А такими не являются. Они не являются тем прочным фундаментом, на котором будет что-то основано. Они являются такой некоторой имитацией, которая очень легко исчезает. Вот. И в этом плане как раз вот эти практика работы с сознанием, практика работы с собственным здоровьем, значит, то, что называется по-китайски яншангчжи тао, практика взращивания жизни, вдумчивого отношения к собственному и здоровью и окружающей действительности, да, попытка выстраивания каких-то разумных, компромиссных отношений с окружающими людьми, ненавязывания себя. Мне кажется, гармоничное взаимодействие и с окружающим всем миром. Мне кажется, это те ценности, которые, ну, являются до некоторой степени просто теми ценностями, которые полезны, но они являются способом выхода, может быть, из того тупика, который, в котором оказалась до некоторой степени наша цивилизация. Да, те юм, эконом, используемая. Не надо все время потреблять и расширять свое потребление. Те юм, это конфуцианский принцип, когда тебе не бери больше, чем тебе нужно. И вот это, собственно говоря, понимание меры, срединный путь, который называется Чжун Юн Чжи Тао, не ударяйся в крайности. И именно это то, что на самом деле, вот к чему мы и сейчас сами выходим, да, чтобы не ударяться вот в эти крайности. Кстати, крайностью является также попытка, давайте везде, везде введем китайский язык. Вот теперь вот, везде китайский, вот теперь английский не нужен. Почему не нужен? Не надо ударяться в крайности. Вопрос заключается в том, что нужно не внешне каким-то образом заимствовать, ну, учиться говорить на языке, но и понимать, какие основные ценности, вот о чем вы говорите, та культура, которой мы получаем доступ благодаря этому языку, имеет. В частности, надо руководствоваться срединным путем. Не нужно ударяться в крайности. Аура медиокритес. Да. Ну вот так вот, да. Мне кажется, мы сегодня с вами очень интересно поговорили. Достаточно, так сказать, большое пространство возникло для обсуждения в рамках конференции, я уверен, на секциях. А у нас участников конференции, по-моему, больше 800 человек, насколько я понимаю. Это большая конференция международная, межбузовская. Поэтому идеи, которые мы озвучили сегодня здесь, вот в этом диалоге, они чрезвычайно интересны. В первую очередь, конечно, вопрос о тех ценностях, которые вместе с языком передаются. Вопрос о равновесии, балансе, который возникает, ну, так сказать, на тех территориях, где мировой язык туда заходит, ну, так сказать, что разрушается, что привносится, насколько это привнесенное, способно сохранить в равновесии то, что там было, и не разрушить это, или наоборот, привести к разрушению. Все эти вопросы крайне важны, в особенности, в данный момент, когда происходит переосмысление глобальной парадигмы, так сказать, что происходит в мире с разными странами, народами, культурами. И, разумеется, вопросы, которые мы обсуждаем, имеют чрезвычайно большое значение для будущего нашей цивилизации. Тарас Викторович, огромное спасибо. У нас сегодня в гостях в качестве пленарного докладчика был Тарас Викторович Ивченко, директор Института Конфуция, профессор Института лингвистики РГУ, автор многих книг, статей, публикаций, специалистов области, учебников, специалистов области китайского языка и китайского культуры. Тарас Викторович, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое.